Национальные виды спорта. Они дошли до нас из глубин веков. Они живут в традициях народных праздников. Только у нас в стране около ста национальных видов спорта. О некоторых мы расскажем в этом фильме. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok По традиции открывают праздник гонки оленьих упряжек. Здесь говорят, если очень торопишься, лети самолетом. Если хочешь быть вовремя, поезжай на оленьях. В тундре, как и сотни лет назад, этот вездеход безотказен в любую погоду. Метание Чаута. Чаут – аркан сплетенный из сыромятной оленей кожи. Его не готовят специально для соревнований. Его привозят с собой из стойбища. Это орудие труда оленеводов. Только такой в палец толщиной шнур обладает качествами, необходимыми для отлова оленей. Ни нейлон, ни капрон для этого непригодны. Дистанции гонок – 30 километров. Олени отбирают сильных, вносливых. Но победа зависит от гонщика. Насколько он опытен, ловок, крепок. Не однажды на дистанции ему придется соскакивать с нарт и запрыгивать на них на полном ходу. Прыжки через нарты Именно поэтому стали самостоятельным видом спорта. Прыгать нужно без отдыха, пока хватит сил. Ширина и высота нарт – полметра. Расстояние между ними – одна ступня. Минимум для зачета – 45 нарт. Рекорд – 235 прыжков. Борьба на снегу. Шагнуть на ковер, помериться силами может любой. Снимай кухлянку, рубаху и выходи. Поединки азартные и скоротечные. Судье не приходится делать замечания за неведение боя. Мороз велик, стоять не велит. Когда-то в снег втыкали оленьи рога. Надо было бросить противника на них спиной. Так решался спор между враждующими племенами. Теперь в поединке запрещены подножки и болевые приемы. Борьба – непременная часть праздника солнца. И когда вы видите веселого, жизнерадостного северянина на жестоком морозе, когда вы видите эту кипучую жизнь в холодных пространствах, вы понимаете, почему нашему народу под силой было и освоение Тюменского севера, и строительство атомной электростанции в Билибине, в сердце Чукотской тундры. И вы понимаете, вот почему в наше время расцвела эта жизнь на далеких окраинах, на кромке Ледовитого океана. Я думаю, что и в дальнейшем будут развиваться и национальный спорт, и национальное искусство. Я уже не говорю о литературе, о музыке, о тех чертах человеческой культуры, которые создают объемность человеку, который заставляет восхищаться человека человеком. Субтитры создавал DimaTorzok А это уже не праздник, а трудовые будни оленевода. Но, наверное, и не всякий спортсмен-разрядник сумеет вот так удержать на бегу оленя. Национальные виды спорта тесно связаны с условиями быта и труда. Субтитры создавал DimaTorzok Обязательной принадлежностью народных праздников в России были и остаются во многих местах соревнования городошников. Русский поэт и прозаик Владимир Солоухин вспоминает. У нас в селе Валепине такое место было бугры, которые тоже раньше, прежде всех других мест обогревало солнцем и обтаивало. И вот при вольде на этих буграх, вы знаете, игра мне нравилась тем, что, ну, волейбол прекрасный, конечно, современные спортивные игры. Ну, всякая площадка, ну, даже стадион, вот эти футбол. А это были огромные поляны, огромные бугры, здесь собирались десятки людей, игра. Мне нравилось еще той своей демократичностью, что в ней одновременно могли участвовать люди самых разных возрастов. И уже так, как мы называли парни, девки, еще юноши, и мальчишки, и девчонки. Потому что две партии, они распределялись примерно равными силами. Вы, наверное, знаете, как это дело происходило. Допустим, мы решили включиться в игру с моим соседским мальчишкой, с Васей Кузовым. Примерно силы у нас равные, мы загадываем. Давай, ты будешь молоток, а я топор. Подходим к двум, как теперь сказали бы, капитанам команд, тогда матка это называлось. Подходим к маткам и говорим, чего тебе, молоток или топор? Он говорит, топор. Ну, значит, если у Васика топор, он идет в эту партию, я иду в другую партию. И поэтому, сколько бы народу ни играло, примерно равные силы. Потому что равные игроки, девчонки или мальчишки, и вот эти огромные партии, по 10-15 человек с каждой стороны, мы не играли вот в эти игры. С годами менялись форма городков, биты, изменялись названия фигур. Серп, колодец, рак сохранились с древних времен до наших дней. Коленчатый вал, самолет, ракета появились совсем недавно. В наши дни не счесть поклонников этой игры. Теперь заядлые любители играют в городки даже зимой. Городочные площадки есть на стадионах, при заводах, в колхозах, в любом парке культуры и отдыха. Русский физиолог Иван Петрович Павлов говорил Чудесная, сто раз полезная игра наши русские городки. Я от всей души желаю, чтобы росло число их поклонников. Ибо они дарят людям самое ценное, самое важное богатство – здоровье. КОНЕЦ 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 Все-таки это очень веселая, шумная, энергичная игра, такая истинно весенняя игра. Я сейчас вспоминаю, что потом летом, осенью уже как-то меньше мы играли, а вот по первому весеннему солнцу, когда первая трава, это обновление природы. КОНЕЦ КОНЕЦ Если поет зурна во дворе, значит праздник в доме. Если зурна чидет по улице, значит праздник во всем ауле. Таков обычай в Дагестане. Говорит народный поэт Дагестана Расул Гамзатов. Чабанский праздник у нас давний, потому что наиболее необходимый труд горцам это было чабанство. Были праздники проводить чабану, все аули вышли, все дети на крышах, женщины до аула провожали их. Потом была встреча с чабанами, когда они с гор возвращаются, это особый радостный праздник был. Но это каждый аул отельно делал. Горели, если ночами чабаны возвращаются, в аулах горели костры, на вершинах, в горах, это я с детства помню. А сейчас это праздник, в наши дни общий национальный праздник, общий дагестанским праздником является ежегодно. Вот в прошлом году даже гости из других соседних республик приезжают туда на эти праздники. И все чабаны Дагестана собираются. Ни один праздник в Дагестане не обходится без канатоходцев. Моя земля камней, говорят жители Дагестана. Поднебесная высота гор, головокружительные бездна ущелий и узкая тропа, идти по которой, как пастрию кинжала. Здесь учили детей ходить по канату раньше, чем ездить верхом. В наши дни умение ходить по канату перестало быть жизненной необходимостью. Не потому, что горы стали ниже. Построены дороги, мосты. Аул к аулу словно стал ближе. Но древняя традиция учить детей ходить по канату сохранилась. КОНЕЦ Нельзя без канатоходцев. Ведь сколько впереди, в будущем, народных праздников. Там и скачка, и первая борозда. И все, чем богато Дагестан, эти дни показывает. И вот это бывает летом, когда Атари собирается из зимних паст без горя. Вот я прошу вас не упустить такой момент и приехать к нам в Дагестан. Вы получите большое впечатление. КОНЕЦ 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 Каждый национальный вид спорта интересен, как частица культуры народа, создавшего его. Лауреат Ленинской премии, поэт Эдуардос Межилайтис, подметил важную особенность нашего времени. КОНЕЦ 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 далеко ли покатиться, а другой из другого хутора. Попробовал остановить кругляк. Из забавы двух чудаков родилась игра «Рибка». Известно наверняка, что в «Рибку» литовские крестьяне играли еще лет триста назад. Играли после покосов, хутор на хутор. В наши дни по осени на праздниках урожая проводятся межколхозные соревнования по «Рибке». В команде семь игроков. Вратарь, два нападающих и четыре защитника, выдвинутые вперед. У каждого клюшка из целого куска дерева. Это сама «Рибка». Такой играли раньше. Такой из плотной резины «Рибки» играют теперь. По богатству приемов «Рибка» спортивная энциклопедия. Клюшки, как в хоккее, но играют ими лишь при защите. Ворота и поле футбольные. Кидают «Рибку» как мяч в гандболе рукой. «Рибку» надо закатить за лицевую линию или в ворота, как в регби. Игроку необходимы быстрота реакции, сила, выносливость и смелость. Говорят, в «Хоккей» играют настоящие мужчины. Согласитесь, в «Рибку» трус тоже не сыграет. Вес «Рибки» 700 граммов. Она катится и скачет по полю со скоростью до 150 км в час. Говорят, Ветеринка «Рибки» Ветеринка «Рибки» Ветеринка «Рибки» Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Такая она Древняя игра Рибка Каждый национальный вид спорта Яркий своеобразный мазок В богатой палитре красок жизни земли А все вместе Сливаясь как реки Они дают силу и размах Советскому спорту АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ